Одна из самых правдоподобных версий, которая говорит, а почему? Потому что действительно Клюев на тот момент был самым влиятельным человеком в окружении президента. Более того, Клюев был человек, который готов был взять на себя ответственность за эту ситуацию. Просто надо объяснить очень простую вещь. В окружении президента, в общем-то, Януковича, были люди, которые не готовы брать на себя ответственность. Мало людей, которые полагались на себя, больше людей, которые слушали президента. Клюев был как раз одним из тех людей, которые проявляли инициативу, и они брали на себя ответственность. Это первое. Второе, если вы помните, тогда шло такое жесткое противостояние между Клюевым и Левочкиным за пост главы администрации президента. С другой стороны был за Харченко. И на тот момент Клюев, как глава СНБО, претендовал на пост главы администрации. И именно в его руках были эти рычаги. То есть человек, который мог управлять. Почему версия эта правдоподобна? Дело в том, что был конфликт между Левочкиным и Захарченко. Этот конфликт, он описан очень много в интернете. И опять же он сходился к тому, что Захарченко тоже претендовал на пост главы администрации. Соответственно, все, что происходило в тот день, это было сделано руками милиции и правоохранительных органов. На тот момент Левочкин не имел никакого влияния на Захарченко напрямую. Тем более он не имел влияния на киевскую милицию. С другой стороны, Клюев такое влияние не имел. И это тоже указано в этих протоколах-допросах, на которые вы ссылаетесь. В чем есть неувязка, и ее нужно уточнять, это в том, что в этой истории были замешаны коммунальные службы. Коммунальные службы города Киева, которые подчинялись главе администрации киевской, а глава киевской администрации был человек, который был близок к Левочкину. И вот тут есть момент спекуляции или не спекуляции, это нужно уже выяснять историкам или следователям, какую роль сыграл Попов, глава администрации киевской, какую роль сыграли коммунальные службы. Потому что на данный момент выглядит так, что милиция была включена как гарантия или как поддержка коммунальным службам при выполнении их обязанностей. Мы понимаем, что это смешно, что не может, условно говоря, шед подчиняться милиции, или шед подчинение милиции идти и разгонять людей, но выглядело это так. Но в любом случае, как бы ни было, очевидно, что правоохранительными органами в ту ночь управлял не Левочкин, и это делал не Попов, это делали люди в администрации, то есть это делали люди в Министерстве внутренних дел. Либо это было киевское отделение, либо это было главным отделением.